Сегодня снова затопило гаражи по улице Гризодубовой. Если бы не усилия водителей, которые лично выходят на час раньше, чтобы отдолбить этот лед и открыть двери. Все из-за наледи, которые образуются здесь из-за постоянного слива воды. Здесь порядка 20-30 сантиметров. Вода скатывается вниз к гаражам. Вот здесь, если долболуть, она здесь блестит. Нет, уже замерзшая. Вот, посмотрите, 10 сантиметров льда он уже здесь отдолбил. Кто-то делает такие обходы, чтобы вода как-то не заходила. Мы пригласили специалистов города Канал. Они приехали, взяли образцы воды. Тут еще не замерзшая была. На анализ взяли. Горводоканал, мы туда звоним каждый день, сказали, что вас топит управляющая компания, которая обслуживает дом на Подгаево-1. Суть проблемы состоит в том, что Горводоканал перекидывает ответственность на управляющую, управляющую на Горводоканал. Да, да. Это дом по улице Подгаево-1. Сотрудники управляющей компании говорят, что если бы тоналить, которая находится около гаражного кооператива, была по их вине, подвалы в этом доме были бы тоже залиты водой. А давайте посмотрим, правда это или нет. Куда проходить дальше? Налево, налево, да? Ага. Но здесь пока что все сухо. Никакой воды нет. А объясните, пожалуйста, почему если бы была эта вина управляющей компании, то здесь бы все было в воде? Как водоканал при обследовании на прошлой неделе был здесь, увидел, что в некоторых местах были небольшие скопления воды. Технологические особенности при эксплуатации. Указал о том, что данная вода и является источником подтопления. Но что было указано, что невозможно этого быть, потому что тогда воды здесь должно было быть как минимум по колено. А вот та вода, которую вы все-таки сливаете, она уходит в канализацию или она уходит своим ходом под землю? Ну, она в основном здесь просто испаряется. Испаряется. Ее небольшой объем, но она просто испаряется. Обследование показали, что сети канализации на этих домах находятся в рабочем состоянии. Сети водопровода находятся в рабочем состоянии. Были установлены течеискатели. Прослушана труба. Без повреждений течи нет. Но на что обратили внимание при этом комиссионном обследовании? Что ливневка, которая идет вдоль дороги под Гаева, она вся заморожена. А в эту ливневку со стороны домов имеется подключение с подвалов. И вот что туда жилищная эксплуатирующая организация может сливать какие-то случаи аварийных ситуаций в эту ливневку, мы знать не знаем. Там рядышком проходит река. В эту речку есть выпуск с этой ливневой канализации. Вот она должна туда отработать. Эта вода должна убежать просто в речку, но она туда не доходит, потому что ливневка переморожена. Ливневка находится в зоне ответственности управления дорог и внешнего благоустройства. Вот такой вот как бы замкнутый круг. Но пока коммунальщики выясняют, чья это все-таки вина, проблема с ГСК не двигается с места. Екатерина Лескова, Андрей Авдеев, Большой Город.